Сложности 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 Я вызывал дискуссии на эту тему. И поэтому вечный вопрос. Производство говорит, не умеете продавать продукцию, а торговцы говорят, производите не востребованный рынком и не конкурентный товар. Дискуссии на тему, каким образом должны были взаимодействовать предприятия, группы, их взаимоотношения, роли и зоны ответственности к результату не приводили. Соответственно, потери, конечно, никто не считал, но все понимали, что в целом группа теряет. Как Ваша компания разрешала проблемы в области стратегического управления? Компания при этом использовала только внутренние ресурсы или привлекала внешних консультантов? Владельцами группы компании было принято решение о создании единого корпоративного центра управления, который должен был как раз решить эти задачи. То есть разработать стратегии, группы компаний в целом и определить направление развития каждого из предприятий. Для этого был создан такой центр, созданы функциональные подразделения, были привлечены сотрудники в него набраны, были привлечены сторонние агентства исследовательские, привлечены маркетинговые исследования, сделаны детальные анализы деятельности предприятий и предложены альтернативные стратегии развития. Но так получилось, что не суждено было им реализоваться. Поэтому, что касается оценки плюсов-минусов того или иного варианта, можно сказать так, внутренние ресурсы, они, конечно, по стоимости значительно дешевле, но нет гарантии получения рискомого результата ввиду отсутствия опытов в решении таких задач. И как раз плюс внешних консультантов состоит в том, что достаточно наработанная база и опыт в реализации такого рода проектов дает как раз экономию времени при решении такого рода задач. Почему Вы считаете, что нужно привлекать внешних консультантов для обстановки системы стратегического управления? Считаю так, потому что, первое, во-первых, на предприятии всегда есть текущая деятельность, которая загружает персонал по полной. И чтобы реализовать такой проект, необходимо как бы сформировать из сотрудников проектную группу, которая могла бы обладать такого рода компетенциями, что часто бывает невозможно ввиду отсутствия таких людей. Второе, потому что не всегда, я, как я уже сказал, есть специалисты нужной квалификации. И третья причина, потому что нет пророка в своем отечестве. Отечество, кроме одного, это владельцы предприятия. Поэтому внутренние мнения, они могут быть неуслышаны. Расскажите, какие эффекты получила Ваша компания от внедрения системы стратегического управления? Приведите, пожалуйста, конкретные примеры из Вашей практики. Эффекты следующие. В рамках нашей компании было проведено два проекта по постановке системы стратегического управления. Это проект для группы проектной для работы на внутреннем рынке алкогольной продукции. И второй проект – это для группы, которая вводила торговую марку на федеральный уровень. То есть в рамках реализации этих проектов было проведено обучение обоих групп проектов. Эффект следующий. Значительно сократились издержки общения внутри группы, между подразделениями, потому что основа одна методологическая. Система сбалансированных показателей. То есть все разговаривали на одном языке. И вот это вот дало такой эффект. Люди начали понимать друг друга. На что нужно обратить внимание при выборе поставщика услуг по стратегическому консалтингу и автоматизации? Я бы сказал так, что необходимо обратить внимание на соответствие критериям, которые необходимы при получении этих услуг для заказчика. Как Вы выбирали себе поставщика услуг и что Вам понравилось в Вашем поставщике? Мы как раз выбирали поставщика услуг в соответствии с заданными критериями. Для нас это важно было следующее. Это компетентность и опыт в реализации подобных проектов. То есть должен быть портфолио какой-то. Методологическое соответствие требуемой технологии, системы сбалансированных показателей. Технологичность проведения самого проекта. Это прозрачность мероприятий, стоимости, сроков и результатов проекта, собственно говоря. И комплексное предложение по постановке системы стратегического управления. То есть от разработки регламентов до автоматизации управленческого цикла. Вот в соответствии с этими критериями был выбран поставщик услуг группы компаний «Инталев». Как раз нам в рамках взаимодействия понравилась работа с этой компанией. В связи с тем, что профессионально подставляют услуги. И нравится профессионализм, компетентность и личностные качества сотрудников, с кем приходилось работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!